Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтире и сегодня будем читать самый большой псалом, Псалом 118, который содержит в себе 176 стихов. Псалом составлен по 22 буквам еврейского алфавита, каждый из которых содержит 8 стихов, и каждый из этих стихов восьмерицы с одной и той же буквы начинается. Получается 22 умножить на 8, как раз 176 стихов. Блаженный Августин свидетельствует, что он долго не мог взяться за толкование этого псалма, будучи поражен его глубиною. И он даже говорил, что все остальные псалмы – это как бы звезды, рассеянные по небу, а 118-й псалом – как солнце, изливающее в полдень обильно свет свой. Блаженный Августин, размышляя однажды о таковом чудном построении псалма, 22 буквы, 22 части по 8 стихов, «Внезапно увидел прекрасное дерево с двадцатью двумя ветвями, каждая из которых имела в себе восемь малых веточек, и от всех этих ветвей истекали присладкие капли. Удивился святой такому чудесному видению прекрасного дерева и уразумел, что то было дивное изображение этого присладостного псалма». Итак, псалом 118-й, он начинается словами «блаженные, непорочные в пути». Надписания этого псалма нету в еврейском тексте, но надписание есть в греческой саптуагенте, по которой мы будем читать этот псалом, в церковнославянском и в латинской вульгате «блаженного иронима». То есть это аллелуарный псалом, хвалитный псалом, в котором прославляется Господь. И первый стих «блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». О чем это? Здесь подчеркивается то, что путь непорочных – это путь тех людей, которые ходят руководствуясь Божьим законом и стараются от Него не отступать ни направо, ни налево. Таким блаженным и непорочным был сам царь Давид, который свидетельствует о себе, что закон Божий являлся для него, как он говорит, светильник для ноги моей. «Блаженные, изучающие откровения, возможный перевод сведения, то есть свидетельства, блаженные, изучающие откровения Его, то есть Божие, всем сердцем взыщут Его». Ну, казалось бы, нету как бы равновесия в этом стихе. «Блаженные, изучающие откровения Его, всем сердцем взыщут Его». Но ответ очень простой. Те, которые начали вникать в откровения Его, они как бы вкусили сладость этого откровения. И в результате всем сердцем они ищут Его. Таким образом осуществляется равновесие в первой части, со второй частью второго стиха. «Блаженные, изучающие откровения, Его, всем сердцем взыщут Его». То есть ступив на эту стезю исследования сведений Господних, по-славянски блажения, испытающие сведения Его, вкусив эту радость, познание Бога через Его откровения, всем сердцем взыщут Его. То есть они находят для себя наслаждение в самом процессе изучения божественного откровения. И, кстати, благо вечной жизни будет заключаться в понимании отцов, а в том, что познание о Боге, оно будет возрастать и возрастать в жизни человека, и предела для этого познания не будет. И третий стих. «Несовершающие беззакония по путям Его ходят». То есть здесь объяснение, почему человек может не совершать беззакония. В том случае, если он руководствуется во всех своих путях заповедями Божьими. «Ты повелел заповеди твои твердо хранить». По Феодориту Кирскому «твердо» означает «во всей точности», «во всей точности хранить». По-славянски «зело». И пятый стих. «О, если бы направлялись пути мои к сохранению заповедей твоих». Казалось бы, выше все говорит о том, что он уже избрал этот путь, но он видит некое несовершенство в своих стараниях, потому что закон Божий во всей полноте мы можем исполнять только с помощью Божьей. И он проявляет такое вожделение благочестия и праведности. «О, если бы направлялись пути мои к сохранению заповедей твоих». Это надо понимать так, что он как бы говорит, «О, если бы во всех случаях пути мои направлялись к сохранению заповедей Божьих». «Тогда я не постыдился бы, взирая, взирая, то есть имея их заповеди, как бы постоянно перед глазами, поучаясь им день и ночь». Как мы об этом читаем в первом псалме, 2 стих. «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». В противном случае, когда грешник нераскаянно читает закон Божий, это как бы судебный приговор ему самому. «Буду проставлять тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». Что такое суды правды Божьей? Как это нам понять? По-славянски «Судьбы». Надо сказать, что в 118-м псалме это выражение встречается много раз. Это 13-й, 20-й, 30-й, 39-й, 43-й, 52-й, 62-й, 75-й стих. И вот указание на суды или по-славянски судьбы означает «Господнее мироправление», на чем настаивает Павел Юнгеров, выражающее его, Господа, совершеннейшую мудрость и правду, и служащее источником надежды и радости для праведного человека всей и в будущей жизни. Мы уже касались этой темы, что человек может наслаждаться законом Божьим, даже если он не живет по этим заповедям, не в каждом случае следует им, потому что человек видит в этом как бы замысел Бога о самом человеке, который излагается в этих заповедях, и он хочет соответствовать этому замыслу. «Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совершенно». Что значит «не оставляй меня совершенно»? Господь попускает нам время от времени ощущать как бы Богооставленность, но потом Господь восстанавливает свои отношения с нами, и здесь псалмопевец молится о том, чтобы совершенно не прекратилось бы общение с Богом, чтобы Господь не покидал нас на значительно длительное время. Но да, Господь это делает для того, чтобы научить нас некой такой самостоятельности, как родитель отпускает иногда ребенка в процессе его взросления, чтобы он совершал какие-то дела, чтобы он учился самостоятельности. И Бог испытывает нас собственным молчанием, когда мы как бы не слышим ответы Бога на те вопрошания, которые мы можем иметь. Буду хранить уставы твои, то есть насколько возможно, не оставляй меня совершенно, то есть совсем навсегда. Чем руководясь юный исправит путь свой? действительно от юности человека борют многие страсти, юность это очень такой опасный период в жизни человека, и псалмопеют задается вопросом, чем руководясь юный исправит путь свой, и сам отвечает на него хранением слов твоих. Что значит хранение слов твоих? То есть проявляя верность слову Божию, храня это слово в своем сердце, незыблемо, не разрушая его, главное, не предавая его забвению, даже юный, то есть неопытный, может усовершенствоваться и исправить путь свой. Десятый стих. Всем сердцем я взыскал тебя, не удали, не удали, в синодальном переводе не дай мне уклониться, по-славянски не отрини меня от заповедей твоих. А в каком случае Бог может нас отринуть от заповедей твоих? То есть когда мы перестаем понимать закон Божий. Тогда, когда мы отлучаемся от самого процесса исследования этого закона, такое может произойти в том случае, если человек ведет себя опрометчиво и проявляет нераскаянность в тех нарушениях закона, который обнаруживается в его жизни. И Господь тогда может отринуть человека от заповедей своих, удалить. И это делается по той причине, что если есть закон, есть преступление. А нет закона, нету преступления, как псалмопевец. Давид об этом часто говорит. И вот в случае с Моисеем, может быть, мы так лучше поймем, когда Моисей нес скрижали к еврейскому народу, вдруг он увидел, что они совершают акт идолопоклонства, они пляшут вокруг золотого тельца, и он разбивает скрижали, потому что если бы он принес эти скрижали, а там написано «Не делай себе кумира никакого изображения, не поклоняйся ему», то тогда бы грех преступления долопоклонства усилился и уже являлся бы не частным делом, а преступлением против воли Создателя. Именно по этой причине Моисей разбивает заповеди. «Всем сердцем я взыскал тебя, не удали меня от заповедей твоих». «В сердце моем я скрыл слова твои, чтобы не согрешить пред тобою». Что значит «в сердце моем я скрыл слова твои». То есть я контролирую с помощью того закона мир собственных чувств, сердце это средоточие чувств человека, чтобы они не возблодали надо мною. Так как сердце ничего хорошего не исходит, Христос говорит, из сердца исходят убийства, кражи, блуд, всякая другая нечистота. Это связано с тем, что чувственный аппарат в результате грехпадения, как я часто объясняю, пострадал наибольшим образом. Поэтому очень важно знание о законе с помощью ума погрузить мир чувств и рассматривать их движения, соответствуют ли эти движения чувств заповедям Божьим. «В сердце моем я скрыл слова твои, чтобы не согрешить пред тобою. Благословен ты Господи». По-еврейски это звучит. «Баруха таатанай, научи меня уставам твоим». То есть здесь вначале «баруха», благословение, и потом «научи меня уставам твоим». Что значит уставам? По-славянски, кстати, более понятно «оправданием». «Оправданием». «Научи меня оправданием твоим». И какое мы можем предложить истолкование на слово «оправдание» Давид как бы говорит, если интерпретировать славянский перевод «я не нахожу себе оправданием». «Ты научи меня оправданием твоим». А я сам не нахожу для себя никаких оправданий. то есть здесь такая как бы сложная композиция. Иногда переводят это слово именно «уставам». «Научи меня уставам твоим». В этом случае следует как бы за септуагинтой. Мы посмотрим, как это будет с еврейского. «Благословен ты Бог, научи меня законом твоим». Здесь обобщенно законом твоим, но имеется в виду и те заповеди, исполняй которых, которые человек оправдывают себя, например, законы о жертвоприношениях. Хотя они были, естественно, несовершенны, то есть они могли оправдать человека всецело, но они указывали на Христа, в котором совершается полное оправдание наше. Непрощение, немилость Божия проявляется в крови Сына Божия, а его кровь источник нашего оправдания. Об этом надо, конечно, всегда помнить. «Устами моими я возвещал все изречения, суды уст возвещал, это возможное прочтение, по сптуагенте у Юнгерова все изречения уст твоих». То есть он не стыдился озвучивать волю Бога в собрании людей. «На пути откровений твоих я услаждался, как бы владея всеми богатствами». По Феодориту Кирскому это означает исполнение Божьих повелений, было вожделение всякого богатства, то есть богатства всего этого видимого мира. мира. И человек сильно услаждается, когда имеет возможность приобщаться к духовным благам, и он понимает, соотнося их с благами земными, что все сокровища мира, они не стоят благ духовных. Потому что счастье, которое мы имеем в Боге, оно не проходящее, а все благоплотские, материальные, они именно проходящее. О заповедях твоих буду рассуждать и размышлять о путях твоих. То есть если он услаждается этими откровениями, то он охотно рассуждает и размышляет о путях Божьих, как Господь мудро через свой закон осуществляет домостроительство нашего спасения. Уставом твоим поучусь, не забуду слов твоих. То есть надо не просто почитывать духовные книги, надо учиться, то есть считать себя учеником. и как в русском народе говорят век живи, век учись. Уставом твоим поучусь, не забуду слов твоих. А зачем вот это уточнение? Часто бывает, что человек учится, учится, но он учится для того, чтобы сдать некий зачет или экзамен. А потом он все это забывает. так вот с духовными знаниями так поступать нельзя. Почему? Потому что они обладают жизненным таким значением, они должны сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни, от начала и до конца. Поэтому сказав уставом твоим поучусь, добавляет не забуду слов твоих. Воздай рабу твоему, даруй мне жизнь. То есть это просьба по-славянски очень красиво. Живи мя, живи мя. А разве мы мертвы? Да, в нравственном моральном смысле мы иногда ощущаем собственную мертвость. Но когда мы приникаем к источнику веры, к божественному откровению, мы буквально чувствуем, как мы пробуждаемся к новой жизни во Христе и со Христом. Я не знаю, как другие, но когда я утром просыпаюсь и я там принимаю душ или мою лицо, это еще не пробуждение. Вот настоящее пробуждение, когда вот читаешь утренние молитвы и там молитвы в числах. Там первая молитва утренняя, вторая, третья. И вот на третьей молитве я чувствую, что я просыпаюсь. Вот просто физически чувствую. Наверное, есть пробуждение не только плоти и тела, здесь достаточно было бы душ принять холодненький, но и пробуждение души, потому что она тоже может впадать в какую-то дремоту. Воздай работу твоему, даруй мне жизнь, и я буду хранить слова твои. А как это связано? А жизнь это как раз следование воли Бога, потому что следование стезями греха это смерть. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего. Что значит открой очи мои? Имеется ввиду сердечные очи, потому что можно ушами слышать и не слышать, очами видеть и не видеть, и если Господь нам не откроет, то нам никто не откроет, а если Господь закроет, сказано, никто не откроет. Поэтому вот это моление «Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего», то есть постигну глубины этих заповедей, этих откровений. Действительно мы можем научаться священным писанием только с помощью Божьей. Автор писания – это Дух Святой. Как сказано, «Никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым». Но писание – это и слово Бога Отца, и это слово Бога Сына. Как сказано, «Дух Христов издревле говорил в пророках». То есть Священное Писание, книги Ветхов и Нового Завета, Библия – это слово Троицы, обращенное к нам. «Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». В православной традиции, вы знаете, братья и сестры, принято перед чтением Писания, перед самим процессом обучения читать молитву Духу Святому Царю Небесной. Кстати, всегда, когда мы начинаем вот эти занятия, на портале Экзегет, я обязательно читаю эту молитву Царю Небесной, чтобы Дух Святой умудрил правильно понимать это слово. Возвав к Богу о необходимости открытия Его сердечных очей, 19 стих, псалмопеец восклицает «Пришелец я на земле», то есть я временный поселенец здесь, не скрой от меня заповедей твоих, то есть он как бы говорит, путь мой слишком короток, у меня нету в запасе еще каких-то жизней, есть одна вот эта жизнь, помоги мне этот путь пройти от начала до конца. «Пришелец я на земле, не скрой от меня заповедей твоих, с любовью во всякое время душа моя желает судов твоих, имеется ввиду исполнение твоего правосудия, ты остановил остановил гордых проклятые уклоняющие от заповедей твоих». По-славянски остановил гордых, запретил гордых, запретил. То есть гордыня это недопустимое чувство в жизни верующих людей, ибо, как мы знаем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Сними с меня поношение и уничижение, ибо я хранил откровения твои». По-славянски «взысках откровения твои церковные» то есть с одной стороны оберегал их, с другой стороны всячески стремился к ним, искал их подлинного смысла в взысках. И мы читаем 23 стих по тексту «Септуагинты». Если будут встречаться сложные какие-то места, у нас под рукой тут и церковно-славянский текст, и очень близкий к еврейскому оригиналу перевод. «Ибо вот сели князья и на меня клеветали, раб же твой размышлял об уставах твоих». Вот здесь показан тот самый совет нечестивых, который собрался на псалмопевца, но который преобразует собою заседание Синедриона против Христа. И действительно, когда князья Сарим, по-еврейски Сарим, вельможи еврейского народа, религиозный эстаблишмент заседали в Синедрионе, как осудить Христа, сам Христос действует по закону. Раб же твой, размышлял об уставах твоих. То есть Христос, как безропотная овца, веден был на заклании. Таким образом, мы видим, что собственные переживания псалмопевца, они же являются переносом этих событий на события, связанные с мессианским периодом земной жизни Христа Спасителя. Христос всегда действует по закону Божию, он всегда идет стезею исполнения уставов Божьих, как он сам говорит, я пришел не нарушить, но исполнить закон, и мы видим, что даже находясь на кресте, он исполняет заповедь, почитая ца и мать. когда с креста, свисая в смертной агонии, он решает вопрос, с кем теперь будет жить Дева Мария, усыновляя ей Иоанна Богослова. 24 стих «Откровения твои поучения для меня и советники». То есть здесь как бы построение этого отрывка таково, как будто записанный текст это и советник, и учитель. То есть как бы текст жив, он не воспринимается отвлеченно. Отвлеченно. «Откровения твои поучения для меня», то есть как бы учитель, «И советники мои уставы твои». Обычно советниками являются люди, а здесь сам устав о праведной жизни является таким полноценным, полновесным советником. «Преклонилась к земле душа моя преклонилась по-славянски прилепе, то есть прилепилась к земле душа моя». Феодорит Кирский поясняет, пророк выразил сим избыток смирения, то есть «Я преклонился душою к земле, то есть прилепился как ком глины», он как бы вспоминает, что человек был создан из праха земного и как бы уже возвращается в состояние предсуществования. «Преклонилась к земле душа моя, даруй мне жизнь по слову твоему». Что значит по слову твоему? Божественное слово – это творческое слово, оно обладает силой творческой, слово Бога – это не слово человека, если Бог говорит, сказал Господь и исполнилось, сказал Господь, да будет свет и стал свет, его словом небо и земля утверждены. «Пути мои я возвестил». Что значит «пути мои я возвестил?» Вероятно, о скорбях и страданиях своих поведал молитвенно Господу, такое решение предлагает Юнгеров, переводчик септуагинты. «Пути мои я возвестил, и ты услышал меня», то есть я рассказал о своих проблемах, «и ты услышал меня, научи меня уставам твоим». То есть я хочу жить по твоим уставам, потому что я вижу путь греха, является причиной моих страданий, переживаний. путь уставов, то есть весь строй жизни по заповедям Творца, путь уставов твоих дай мне уразуметь, и я буду размышлять о чудесах твоих». Как это связано, путь уставов и чудеса Божии? Совершенно очевидно, что следование воли Бога приводит человека к чудесным переменам от Бога, которые осуществляются в жизни человека. «Ослабела душа моя от нерадения, укрепи меня словами твоими». ослабела, по-славянски воздрема, воздрема, то есть душа впадает в некую дремоту, от нерадения, по-славянски уныния, беззаботность и как бы равнодушие ко всему. Вот этот сон души, сон разума, который рождает чудовищ, вот этого надо избегать. В книгах притч, в книге притч сказано «немножко поспишь, немножко подремлешь, немножко сложа руки посидишь и не заметишь, как прохожий придет, бедность твоя». То же самое происходит и в духовном смысле. Там сократил утреннюю молитву, не прочитал вечернюю молитву, давно не читал Писание, в конце концов все рассыпается. А здесь необходимо укрепиться словами Божьими. «Ослабела душа моя от нерадения, укрепи меня словами твоими». Почему? Потому что сказано вера от слышания, а слышание от слова Божия. Когда мы исследуем Писание, особенно вместе со служителями церкви, когда мы это делаем, с оглядкой на комментарии святых отцов, то это укрепляет в нас веру. 29 стих «Путь неправды удали от меня и согласно закону твоему» Зигабен, Эфимий Зигабен дает толкование «По закону человека любия твоего яви мне милость, путь неправды удали от меня и согласно закону помилуй меня». То есть по закону человеколюбия твоего яви милость. А разве у Бога есть такой закон? Закон человеколюбия? Да. Когда Господь провозглашал перед Моисеем святость своего имени, Бог сам назвал себя человеколюбивым, долготерпеливым, милостивым и милосердным. Путь истины избрал я и судов твоих не забыл. Путь истины это путь правды и это же путь справедливости. Потому что мы должны действовать справедливо в этом мире. Например, если мы кому-то нанесли какой-то ущерб, то мы должны оплачивать ущерб. Это очень важно. И не бояться судов Божьих, то есть жить так, чтобы каждый день представлять себя как бы уже стоящим на суде. Я и судов твоих не забыл, воскресает здесь псалмопевец. Я прилепился к откровениям твоим. Прилепился. То есть чувствую себя не просто близким к этим словам, а соединенным с ними прилепился. Господи, не посрами меня. По-славянски это звучит. «Прилепился с видением твоим, Господи, не посрами меня». «По пути заповедей твоих я шел, когда ты расширил сердце мое». Что значит «расширил сердце мое»? Феодорит Кирский объясняет «Даруй ему, то есть сердцу, благодатную помощь для благочестивого настроения». Действительно, Бог может контролировать мир наших чувств. «Поставь для меня законом, Господи, путь уставов твоих, и я всегда буду хранить его». «Поставь для меня, по-славянски это дательный падеж, мне, для меня, законом, Господи, путь уставов твоих, я всегда буду хранить его». То есть, к любому определению воли Божией буду относиться как к закону, обязательному для исполнения. И в еврейской традиции древних времен было такое представление. Если заповедь понятна, то есть, ее смысл как бы лежит на поверхности, мы ее соблюдаем. А если какая-то заповедь непонятна, то есть, ее смысл как бы не лежит на поверхности самой этой заповеди. Ну, например, запрет смешивать ткани, запрет засевать поле разными какими-то сортами, пшеницей и так далее. Вот такие заповеди, которые не очень понятны, надо исполнять с большей серьезностью, с большей скорпулезностью, чем те смысл которых мы понимаем. Иначе, пренебрегая, казалось бы, малыми заповедями, мы со временем оставим и серьезные заповеди в стороне. Но сама такая логика, она немножко неправильная. Нету как бы большой заповеди, меньшей заповеди, хотя условно так говорится. Христос говорит, меньшую заповедь, большую, но всегда имелось в виду, что закон это цельное. Поставь для меня законом, Господи, путь уставов твоих, не заповедей, уставов, то есть они пусть будут как законы, и я всегда буду хранить его, путь уставов твоих. вразуми меня, я буду поучаться в законе твоем и хранить его всем сердцем твоим. То есть если Господь нас не вразумит, то как мы сможем понять путь той или иной заповеди, как ее реализовать в нашей жизни. Наставь меня на стежу заповедей твоих, ибо я восхотел ее, то есть возжелал ее. По-славянски это звучит наставь меня на стежу заповедей твоих, я катую восхотех, восхотех, то есть возжелах. То есть человек должен испытывать как бы вожделение, стремясь к праведности, к целомудрию. в чистоте. Склони сердце мое к откровениям твоим, то есть прилепи меня к слову твоему, а не к любостяжанию. Любостяжание это любовь к обогащению, и мы знаем, как культ золотого тельца подвел еврейский народ, и сейчас, когда мы вышли из коммунистического безбожного Египта, не дошли до Ханаана Святой Руси, нам тоже в этой пустыне современного духовно слабого состояния нашего общества дьявол подсовывает культ любостяжания, культ золотого тельца. Склони сердце мое к откровениям твоим, вот путь благоденствия, жить по заповедям Творца, а не к любостяжанию. То есть любостяжание не должно быть национальной идеей. Жизнь будет справедливой, сытой и с достатком, если мы будем следовать воле Бога. Господь позаботится о нас, но прилепиться к откровению важнее, чем, например, к земле. Хотя сказано, что земледелие учреждено Господом, это в книге Иисуса сына Сирахова. Но когда мы ищем правды Божьей, славы Божьей и царствия Его, то все остальное, как сказано в Евангелии, к нам прилагается, то есть естественным образом. Мы проявляем верность Богу, выстраиваем правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем, а Господь заботится о наших насущных нуждах, в том числе и в жизни, в материальной жизни нашей. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, то есть вот той суеты, любостяжания. Всегда есть опасность, когда где-то возникает какая-то инициатива, и вдруг появляются деньги, деньги могут разрушить любую, особенно духовную инициативу. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, на пути твоем даруй мне жизнь. В Новом Завете прямо сказано, что исполнивший заповедь будет жив этой заповедью. То есть верность Богу это и есть основание для жизни, а неверность Богу, как я часто говорю, любой грех он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. Поставь слово твое для раба твоего в страх пред тобою. Что значит страх пред тобою? При исполнении слова твоего приставь ко мне как бы пистуна, то есть няньку, спасительный страх пред тобою. То есть для нас надежный воспитатель это спасительный страх пред Богом. Богобоязненность, богобоязненность, еще раз богобоязненность, вот в чем нуждается современное общество, которое иногда стремится даже с Богом выстраивать какие-то понебратские отношения. Как Клайв Льюис писал, что все воспринимают Бога в западном мире как Санта Клауса, который должен приходить и раздавать всем подарки. Бог никому ничего не должен. Наоборот, все, что мы имеем, мы уже получили от Него и безнадежно задолжали Ему. Поставь Твое для раба Твоего в страх пред Тобою, чтобы богобоязненность проявлялась в нашей жизни, ибо страх Господен начало премудрости. Удали от меня поношение мое, которое я постоянно видел по изъяснению святителя Афанасия блаженного Феодорита, разумеется, грех, который постоянно видел в себе псалмопевец. И действительно, если человек имеет какой-то грех, то он терпит поношение от окружающих за этот грех, он терпит поношение и от собственной своей совести которой не может смириться, особенно христианская совесть, с тем, что вот такие-то и такие-то грехи были совершены. Удали от меня поношение мое, то есть увеличь во мне упование на твое милосердие, на твое прощение, на твое оправдание. Удали от меня поношение мое, которое я постоянно видел, ибо суды твои благи. Поношение от людей, собственное такое самоедство, а вот суды Божьи, которые благи, они даруют нам оправдание. То есть грех не вменяют в грех, в том смысле, что во Христе Иисусе мы оправданы, оправданы это юридическое понятие, означающее никогда не был виновен. Ну, как и у пророка Исаии сказано, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу. Сороковой стих. Вот я возжелал заповедей твоих. Возжелал. То есть вожделею заповедей твоих, чтобы жить по ним. Правдою твоею даруй мне жизнь. Вот здесь несколько раз перекликаются такие понятия, как закон жизнь, устав жизнь, потому что жизнь и есть в исполнении закона Божия. И да сойдет на меня милость твоя, господи, по слову твоему спасение твое. Но когда мы говорим о милости и о спасении, то все это больше относится уже к новому завету. Жизнь по закону это, конечно, благо, как апостол Павел говорит, закон свят и заповедь свята. Но кто из нас живет по закону во всех отношениях? Поэтому в Писании сказано, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И да сойдет на меня милость твоя, господи, по слову твоему, это можно понять, как словом твоим, то есть логосом, сыном твоим, спасение твое. Наше спасение и наша жизнь это Христос. И я дам ответ поносившим меня, ибо я уповал на слово твое, на слова твои, то есть на логос слова. Я дам ответ поносящим меня, позорящим меня, бесчестящим меня. Какой же ответ мы, заслужившие позора и бесчестия, можем дать поносителям? Это один ответ. Бог и человек Христос Иисус. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И далее мы читаем 43 стих. Не отнимай совершенно, Афанасий Великий поясняет, до последнего моего издыхания. Не отнимай совершенно слова истины от уст моих, то есть никогда не позволяй мне говорить неправду, ибо я уповал на суды твои. То есть я всегда ставил себя прежде всего на суд Божий, когда Давид однажды выбирал наказание от людей или от Бога, в чьих руках оказаться людей или Бога, он избрал Бога с его судами, ибо суд Божий не без милости. И мы читаем 44 стих, где псалмопевец восклицает, и я буду хранить закон твой всегда век и вовек века. Здесь он говорит о том, что закон он будет хранить не только в своей жизни, для этого было бы достаточно сказать век, но он добавляет и вовек века, то есть он будет оберегать закон и в сердцах своих детей, и в сердцах своих внуков, что и означает вовек века, то есть и другие поколения должны тоже исполнять этот закон, тем более, что отец лично ответственен перед Богом в вопросе обучения детей и внуков заповедям Божьим. Я буду хранить закон твой всегда, то есть пока я жив, век, то есть мой век и вовек века, и буду обучать своих детей и внуков. И ходил я свободно по-славянски в шароте Феодорит и Ефимий Зигабен дают объяснение, не стесняясь беспокойством совести и житейскими неудобствами. То есть ходил я свободно, причем свободно, и в каком случае человек чувствует себя свободно, когда он хранит закон Божий в своей жизни и в жизни своих домашних. И ходил я свободно, ибо заповеди твои хранил, и говорил об откровениях твоих пред царями, и не стыдился. Оказывается, Давид пользовался возможностью побеседовать с царями. Авторство этого псалма, оно как бы сейчас считается спорным и в толково-православной Библии не связывается с Давидом, но в древней традиции все псалмы, которые не имеют надписания, они как бы автоматически относятся к псалмам Давида. Поэтому будем придерживаться не библейского критицизма, а древнего отношения к надписаниям, их наличию или их отсутствию. С какими царями общался Давид? Какое-то время он жил среди правителей земли палестинской, я имею в виду, плещтим, филистимляне. И значит, он пользовался возможностью и им не стыдился говорить об откровениях Божьих. Он общался с разными правителями, с которыми он был и в дружеских отношениях, в отличие от филистимлян, значит, он и им не стыдился говорить об великих откровениях Божьих. То есть совершал свой такой апостолат. И говорил об откровениях твоих пред царями и не стыдился. И поучался в заповедях твоих, которые я сильно возлюбил. То есть созерцая порядок, стройность заповедей Божьих, как план домостроительства нашего спасения в благочестии и в праведности, он возлюбил этот закон, этот строй порядка жизни по заповедям Божьим. Трудно представить уголовника, который там составляет гимн торжественный в честь Уголовного кодекса, но здесь ситуация немножко иная. «И простирал я руки моих заповедям твоим». Что значит «простирал я руки моих заповедям твоим». Афанасий Великий объясняет, простирал руки, то есть приводя в исполнение их эти заповеди, то есть действуя руками. Действуя руками. А не в том смысле, что он как бы молился, воздевая руки, конечно, нет. «И простирал я руки моих заповедям твоим». Но есть и другое объяснение. То есть прежде, чем исполнять закон, ту или иную заповедь, я молился, подымая руки, чтобы Господь помог мне исполнять эти заповеди. «И простирал я руки моих заповедям твоим, которые я возлюбил и размышлял об уставах твоих». Уставы и заповеди это как бы не одно и то же, но этим самым добавляя свидетельство об уставах, он говорит, «Я все, что в твоем законе, исполняю строго, насколько это только возможно». «Вспомни слова, вспомни слова твои, рабу твоему, на которые ты велел мне уповать». Здесь имеются в виду те наставления, которые он получал от Бога ранее. «Это, это, то есть каждое слово, обращенное ко мне», по-славянски, «то это утешило меня в унижении моем, ибо слово твое оживляло меня». Когда говорится о поношении, уничижении, о том, что позорят его, конечно, здесь мы видим судьбу Давида прежде всего. «Это утешило меня», то есть вспоминание о всех словах, которые ты говорил мне, Боже, «это утешило меня в унижении моем, ибо слово твое оживило меня». То есть когда человек длительное время не слышит слово Божие, оно не достигает его сердца, он пребывает в смятении, в панике, в ужасе, а когда слово Божие касается его, Бог начинает собеседовать с ним, то это слово оживляет человека, ибо слово твое оживляло меня. Гордые до крайности приступали закон. Что значит до крайности? То есть они нарушали заповедь во всех смыслах и во всех отношениях, а я не уклонялся от закона твоего. А как гордость приводит человека к состоянию, когда он до крайности приступает закон Божий? Гордый пренебрегает Бога. Гордый, по сути дела, себя ставит на место Бога. И он сам себе закон. Поэтому таковой может действительно до крайности приступить закон. 52 стих «А я вспоминал суды твои от века Господи и утешался». А ведь эти суды Бог вершил и над самим псалмопевцем. Однако суды Божии были не без милости. И в книге Второзакония говорится о том, что когда Бог будет судить целый народ, прогонит евреев с их земли и они окажутся в чужой земле, но не до конца Бог будет гневаться, сказано. Вспомню о них и приведу их назад в землю их. То есть суды Божьи они не без милости. Далее 53 стих «Печаль объяла меня при виде грешников оставляющих закон твой». Здесь мы видим, что его сатериология не эгоистична. Он переживает гибель других людей и их гибели не противопоставляет то, что сам он идет все-таки по стези спасения. «Печаль объяла меня при виде грешников, оставляющих закон твой». И в Нагорной проповеди, где говорится «Блаженные плачущие святые отцы задаются вопросом о чем плачут эти блаженные». И отвечая на этот вопрос, святые отцы говорят, они плачут не только о своих грехах, но и о грехах других людей. И особенно печально нам надо видеть, когда братья и сестры по вере падают в те или иные грехи. Мы должны переживать это именно с печалью, а не со злорадством, как чаще бывает. «Воспеваемы были мною уставы твои на месте странствования моего». То есть каким бы путями я не ходил, я всюду воспевал уставы твои. «Вспоминал я и ночью имя твое Господи и хранил закон твой». То есть ходя разными путями и днем и ночью он хранит закон Божий. Это было со мною по-слабянски сей бысть мне буквально сие было мне, то есть хранение и помышление о законах вело за собой исполнение всех установлений Господних. Установлений Господних. «Это было со мною, ибо я установление твоих хранил». То есть он их не хранил, то едва ли бы он что-то исполнил. «Часть моя Ты Господи». Обычно когда человек стремится урвать какую-то свою часть для своего блага в этой жизни, то речь идет о каких-то материальных частях, он видит свою часть, свой удел, наследие, если хотите, в Господе. Это дороже любого наследия. И в Пятикнижии сказано наследие Иакова, то есть народа еврейского, заповеди Божьей, уставы и постановления. То есть лучшее наследие для человека это вера его отцов, переданная ему в наследие. «Часть моя Ты, Господи, посему я сказал, должна хранить закон Твой, если это моя часть, если это мое наследие, то я буду все это оберегать, то есть входить в права над этим наследием. «Молился я пред лицем Твоим, всем сердцем моим, помилуй меня по слову Твоему». Что значит молиться всем сердцем? Сердце это сосредоточие человеческих чувств, и когда мы молимся всем сердцем, имеется в виду, что каждое чувство, оно подчинено вот этому молитвенному ритму, а не так, что ты молишься, а в голове какие-то там мысли совсем другие, посторонние, не имеющие отношения к молитве. А здесь и разум весь сосредоточен на словах молитвы, как апостол Павел пишет, лучше в церкви пять слов сказать на понятном языке, чем тьму слов на непонятном, и все чувства подчинены, сердечные чувства, вот этому молитвенному ритму, что и означают слова. «Молился я пред лицем Твоим, всем сердцем моим», то есть не оставляя никакого движения чувств в сердце, не обращенным к Тебе, и молился словами «Помилуй меня по слову Твоему». Когда говорится «по слову Твоему», давайте вспоминать сразу Христа, Христос есть логос, слово, и наше спасение осуществляется в этом логосе слове, о котором в Евангелии от Иоанна сказано «Слово» стало плотью и обитало с нами полной богодати и милости. «Помышлял я о путях Твоих, помышлял я о путях Твоих, имеется в виду размышления о Твоем законе не покидало меня, и обращал стопы мои к откровениям Твоим, и при этом хотел познать что-то большее, чем нежели то, что я знаю, приготовился я без смущения хранить заповеди Твои, то есть не отвлекаясь ни на что постороннее, сети грешников опутали меня, но закона Твоего я не забыл». Вот это парадокс, с одной стороны, он как бы в сетях грешников, они опутали его, но продолжает помнить о законе. И в Писании так и сказано, праведный семь раз падает, семь раз поднимается. А почему праведный? Потому что поднимается, а потом опять падает. Он праведный, потому что даже упав в эти сети беззаконных, он испытывает желание подняться. «Сети грешников опутали меня, но закона Твоего я не забыл даже в своем падении. В полночь я вставал славить Тебя за праведные суды Твои». То есть когда сети грешников опутали меня, «В полночь я вставал славить Тебя за праведные суды Твои, что Твои суды не без милости, и Ты еще ожидаешь моего исправления, освобождения из этих сетей грешников. Общник я всем боящимся Тебе и хранящий заповеди Твои». То есть я хочу дружить с теми, которые богобоязненные, с теми, которые хранят закон. Твой о сети грешников, которые оказали на меня дурное влияние. Я попался в эти сети, я уловлен в эти сети, но я не считаю, что это правильно. Даже будучи уловленным в сети некие, он продолжает любить закон Божий. И общниками, своими, друзьями, товарищами, в единстве общего дела, домостроительства спасения, он видит боящихся Бога, то есть людей богобоязненных и хранящих заповеди его, то есть праведных. «Милости Твоей, Господи, полна земля, уставом Твоим научи меня». Что значит «Милости Твоей, Господи, полна земля». То есть мир существует милосердиям Божьим. Если бы не милость Божия, мир бы давно был бы уничтожен. То есть еще как бы есть время, поэтому поспеши научить меня уставом Твоим. Добро сотворил Ты рабу Твоему, Ты не даешь мне забывать о Твоих законах, даже тогда, когда я оказываюсь в сети грешников, как бы говорит псалмопевец, «Господи, по Слову Твоему, добро сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по Слову Твоему». А Слово Божие свидетельствовало о том, что Бог не оставит, не покинет, не бросит. И 66-й стих «Благости и благости благонравию, благонравию, по-славянски наказанию, по-современному благовоспитанности, благовоспитанности, благости, благонравию, благовоспитанности, и видению научи меня, ибо я веровал Твоим заповедям». Благовоспитанность это по-еврейски это мусар, то есть этика поведения для верующего человека, правильность которого она проявляется не только в том, что он уклоняется от греха, но и в том, что он правильно действует с окружающими людьми, этически выверенные его поступки, фразы, слова, которые он говорит. И мы читаем 67-й стих 118-го псалма. «До уничижения моего я погрешал, посему слово Твое храню». Текст достаточно сложный, посмотрим, какой перевод есть этого же отрывка, например, с еврейского. «До того, как занимался я, то есть торой, законом, я по ошибке, то есть нарушал, но теперь слова повелений твоих сохранил я». Это возможный перевод с еврейского. То есть здесь говорится о том, «до уничижения моего я погрешал, то есть до момента погружения в Слово Божие, то есть совершал ошибки, уничижая самого себя через это, посему слово Твое храню, то есть теперь я храню Твое Слово». Иоанн Златоуст предлагает такое решение, чтобы снова не подвергнуться греху и уничижению снова, то есть «теперь посему Слово Твое храню». То есть человек должен оберегать Слово Божие в своей жизни, чтобы не подвергаться тем падениям, в каких он пребывал, находясь в неведении. И 68 стих «Благ Ты, Господи, и по благости Твоей научи меня уставам Твоим». Благ, то есть ты любвеобилен, ты блажен, ты абсолютно счастлив и «Я хочу приобщиться к Твоей благости, к Твоей любви, к Твоей радости, научи меня уставам Твоим, чтобы это произошло, потому что это происходит через исправление моей жизни». И 69 стих «Увеличилось против меня неправда гордых». «Неправда гордых» это когда по гордости люди позволяют себе говорить ложь и клевету на других людей. «Я же всем сердцем моим вникну в заповеди Твои». То есть в противоположность вот этой агрессии гордецов их неправдам «Я же всем сердцем моим вникну в заповеди Твои». Мне известен такой случай. Один человек, который борется с отступниками от веры, он использует такой момент и распространяет какие-то слухи об этих людях. И однажды его поймали за руку и сказали «Да, эти люди может быть заслужили того, чтобы с ними не общаться, но почему ты говоришь неправду об этих людях?» этот человек с позицией своей гордыни он сказал «Но так понять не будет, почему не надо с ними общаться?» В православии, братья и сестры, цель не оправдывает средства. Именно средства показывают и обнаруживают то ли мы приближаемся к нашей цели, ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от Него. Поэтому неправда гордых это очень печальное состояние, особенно в жизни верующих, ведь Давид говорит о людях, которые злоумышляли против Него, а это были одного с Ним круга, это были диноверцы, единокровные Ему, то есть, скажем так, братья и сестры по вере. «Отвердело, как сгустившее молоко сердце мое, а я закону твоему поучался». Что значит «отвердело» по-славянски «усырися», сделалось твердым, «как сыр», «отвердело», «как сгустившееся молоко» «сердце их», «сердце их». «Они как бы подобны фараону, о котором говорится, что он ожесточал свое сердце, сделались упорными и невнимательными к закону Божию». Это объяснение Феодорита Кирского «отвердело, как сгустившееся молоко сердце их, а я закону твоему поучался», то есть «я в это время не произносил гордых слов по отношению к людям, даже враждующим со мной, тем более не клеветал, а их сердце огустело, превращается как бы в какой-то твердый предмет, теряет как бы человеческую суть, сущность. «Благо мне, что ты смирил меня». Господь смиряет человека, когда попускает ему впадать в какой-то грех. «Чтобы я научился уставам твоим», то есть чтобы поднявшись, я более решительно начал бы идти путями твоими. «Закон уст твоих лучше для меня, тысяч золота и серебра». А что сказать «золото и серебро» особенно по отношению к вечной жизни? Какой выкуп человек даст за душу свою в тот день, он не сможет дать выкуп за душу свою. «А живя по заповедям Божьим, подчиняясь воле Божьей, он сподобляется благости Божьего прощения». «Руки твои сотворили меня и создали меня». Здесь он как бы говорит «ты уже создал меня». «Вразуми меня, ведь ты для чего-то создал меня». «Вразуми меня и научусь заповедям твоим, для этого ты и создал меня, чтобы я жил по воле твоей». «Боящиеся тебя увидят меня и возвеселятся». То есть богобоязненные всегда очень трепетно относятся к другим людям. «Ибо я на слова твои уповал, они знают, как я люблю слово твое. Я уразумел, Господи, что суды твои правда и что ты справедливо смирил меня». Смирил меня, то есть попустил мне вот это падение, которое я пережил, чтобы я не превозносился чрезвычайностью тех откровений, которые я имею. Например, святые отцы, объясняя, почему Господь попустил апостолу Петру трижды отречься от Спасителя, они говорят, если бы этого не было в жизни апостола Петра, он не смог бы стать князем апостольским. Только человек, который имел опыт, собственного падения и возвращения к Богу, он сможет помогать павшим в их подъеме, в их алие, то есть в их восхождении назад к Богу. Я уразумел, Господи, что суды Твои правда, и что Ты справедливо смирил меня и дальше, да будет милость Твоя в утешение мне, в утешение мне, по-славянски да, утешит, то есть после всех потрясений, которые я претерпел по Твоей воле, пусть милость Твоя станет утешением, да, будет милость Твоя в утешении мне, по слову Твоему, рабу Твоему, то есть я Твой раб, Ты уже коснулся меня своим словом, да, сойдут на меня щедроты Твои и жив буду, ибо закон Твой утешение для меня, утешение, как закон может стать утешением для человека, если человек не способен исполнить закон, как апостол Паев пишет, что закон ослаблен плотью, в результате грехпадения мы настолько повредились, что мы, в общем-то, не способны самостоятельно возвыситься до Богообщения, Христос выразил это словами, без меня не можете делать ничего, но если мы кто-то или что-то, то во Христе и мы никто и ничто без Христа. Поэтому он призывает благодатные нетварные энергии, чтобы коснулись Его, укрепили Его, да сойдут на меня щедроты Твои и жив буду, ибо закон Твой утешение для меня. Благодать, она как раз способствует делу нашего обожения через дело нашего исправления. Да постыдятся гордые за то, что несправедливо беззаконие совершили по отношению ко мне, а мы знаем, какое беззаконие, выше мы прочитали, что эти гордецы, они клеветали. Да постыдятся гордые за то, что несправедливо беззаконие совершали по отношению ко мне, а я буду размышлять о заповедях Твоих. То есть, в каждом случае злословят его, он размышляет о заповедях Божьих, клевещут на него, он размышляет о заповедях Божьих. То есть, он ни в каком случае не оставляет дело исследования закона изучения заповедей. Потому что, он хочет понять волю Божию относительно самого себя, а слово Божие, это Господне руководство к действию. Да, обратят меня, обратят меня, то есть, к Богу и его закону, если я уклонюсь от них, это объяснение Афанасия Великого, да, обратят меня, боящиеся Тебя, то есть, богобоязненные люди, и ведающие откровения Твои, да, сердце мое непорочно в устах Твоих, да, не постужусь. Вот здесь он просит о том, чтобы его обращение, возвращение, к Богу осуществляли люди богобоязненные. Почему это важно? Вот обратите внимание на то, что когда бесы начинали правильно говорить о Христе, что он святый Божий, что он Господь, что он Бог, Христос запрещал им говорить, хотя они говорили правильно. Почему? Господь не хочет, чтобы свидетельство о нем, даже правильное мы получали от бесов или каких-то гневливых людей. Он хочет, чтобы мы получали свидетельство о нем от боящихся его. Такие были апостолы Иисуса Христа, люди вполне богобоязненные. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, то есть цельно, да не постыжусь, чтобы не претерпеть стыда в день суда. И стоевают очи мои, ожидая спасения твоего, когда утешишь меня». Действительно, мы пребываем в ожидании и стоевают очи наши. Помните, как апостолы смотрели на вознесение Иисуса Христа, пока облако не взяло его из вида, и им предстали два ангела, которые сказали, «Сей Иисус, как он вознесся, так он и вернется». И с этого момента история церкви становится историей ожидания, когда даже небеса шумом придут, и Сын Божий вернется в реальность этого мира. «Истыевает душа моя, ожидая спасения твоего, на слова твои я уповал. Истыевают очи мои, ожидая спасения твоего, когда утешишь меня, ибо я стал как мех на морозе, мех на морозе, феодорит Златоуст, Зигабен объясняют, как мех на холоде сжимается, так тело пророка, удрученное постом и скорбью, сагбенно, сохлость, затвердела, сморщено, сморщено. ибо я стал как мех на морозе, но здесь как бы он останавливает вот такой собственный плач, уставов твоих не забыл, клевещут меня, поносят меня, враждуют со мной, может быть, я стал как мех на морозе, но в каждом случае уставов твоих не забыл, закон твой изучал, то есть процесс духовного самообразования не прекращается ни в каком случае. Сколько остается дней, имеется в виду дней жизни, раба твоего, когда произведешь мне суд, избавив от гонителей моих. Казалось бы, что он ожидает суда Божия как защита от гонителей? Да, Бог на небесах рассудит нас со всеми теми, кто клеветал на нас, враждовал с нами, доносил на нас там. Все вот эти моменты, они будут разобраны и нечестивые гордецы будут посрамлены. И 85 стих «Поведали мне законопреступники свои рассуждения, но это не закон твой, Господи». То есть все, о чем они говорят, это все, что угодно, но только не закон Божий. и есть объяснение Афанасия Великого, а иудейские суисловия, заповеди человеческие, бабьи басни. Вот все то, что изрекают эти законопреступники. Все заповеди твои, то есть противоположность их басням, все заповеди твои истинно, неправедно гнали меня, помоги мне. И 87 стих «Едва не погубили меня на земле, то есть я уже был при смерти, но я не оставил заповедей твоих». Представьте себе, буря, землетрясения, полки врагов, а человек сидит за партой и учит, учит, учит тот урок, который повелел ему выучить Господь. Уже при смерти, уже высох весь, как мех зимой, а он все за партой сидит и зубрит, зубрит, учит этот закон. То есть вот этот отрывок, который мы сегодня рассмотрели, он учит нас со всяким постоянством исследовать Писание и не отступать от них, ибо через эти слова мы имеем жизнь вечную. «По милости Твоей даруй мне жизнь и сохраню откровения Твоих уст». О чем здесь? Что это ультиматум Богу? Ты мне даешь жизнь, а я в благодарность за это сохраню откровения Твои. Нет. Здесь слово «жизнь» произносится в самом широком смысле. Дай мне духовное прозрение, дай мне полноту восприятия происходящего. Вот истинная жизнь, то есть следовать воле Божией, понимая и разумея, чего Господь хочет от нас. «По милости Твоей», то есть я не смогу этого заслужить, «даруй мне жизнь, то есть духовную жизнь в ее полноте и сохраню откровения Твоих уст», то есть тогда только я смогу сохранить откровения Твоих уст, а не в том смысле «да, уже мне жизнь, то есть прожить еще 5-6, да хоть 125 лет, а я за это буду ухоронить Твой закон». Конечно, нет. «Вовек слово Твое, Господи, пребывает на небе», что значит «слово Твое пребывает на небе». Феодорит Кирский дает объяснение «сонмы ангелов хранят Божий закон». «А в род и род истина Твоя, Ты основал землю, и она стоит». То есть не только ангелы хранят Божий закон, но из рода в род праведное, они сохраняют верность заповедям Твоим. Ты основал землю, и она устоит. На чем Бог основал землю? Бог создал этот мир ради праведных, живущих в этом мире. И, как наши предки говорили, не стоит город без святого, село бесправедного, и на благочестие, которое передается из род и в род, этот мир еще продолжает, то есть оправдывает свое существование. По установлению Твоему бывает день, то есть смены дня и ночи, соответствующие движению светил небесных и земли, установлены Господом при миротворении, как об этом говорится в первой главе книги Бытия. По установлению Твоему бывает день, это установление о солнце, которое светит днем, ибо все служит тебе, и солнце, это устав для дня, и луна, звезды, это устав для ночи, и люди тоже должны служить Богу своему. Если бы закон твой не был утешением, утешением, если бы закон твой не был утешением для меня, я погиб бы в уничужении мое. того, дело в том, что в законе содержатся не только запретительные заповеди, но и повелительные заповеди, и в законе есть устав, как искать примирение с Богом, например, если человек осквернился, он там совершает погружение в миквы, если человек что-то нарушил, он приносит такую-то, такую-то жертву, то есть закон предполагает и возможные ошибки со стороны человека, и что человек должен делать в этой ситуации, закон ему подсказывает. Таким образом, закон не только обвинитель наш, так как закон указывает и на Христа, то он как бы и утешитель для нас. А кто-то спросит, а где закон указывает на Христа? В очень многих-многих случаях. И закон, и пророки, и Писания, и Тора, и Набиим, и Катубим, все эти части Ветхого Завета, они указывают на Христа. «Вовек не забуду уставов твоих, ибо ими ты даровал мне жизнь». Он говорит, как человек ветхозаветный, который живет уповая на те предписания, которые установил для него Бог. «Я твой спаси меня, ибо я уставы твои хранил». Немножко непонятно, от чего тогда его надо спасать, если он устав Божий хранил. здесь, конечно, признает то, что есть от чего спасать. Если он взыскует спасение и говорит, спаси меня, ибо уставы твои я хранил, то есть, даже согрешая, я сохранял верностному закону, в том смысле, я понимал, что нарушал твою волю. И мы видели в предыдущих стихах этого псалма, когда говорится, что человек в сетях грешников запутался, но он не оставляет закона Божия. «Меня ожидали грешники, чтобы погубить меня, а я уразумел откровения твои». То есть, они хотели уловить меня в погибель, а я уразумел откровения твои. И Феодорит Кирский объясняет «И на основании их, то есть этих откровений, был духом спокоен от козней врагов». Потому что откровения от Бога, они приносят утешение человеку. Это же откровения с обетованиями, что Бог не покинет, не оставит, не бросит. Один на один нас с нашими врагами он никогда не оставит. «Я видел предел всякого совершенства». Феодорит Кирский пишет «Все человеческое и богатство, и бедность, и сила, и владычество, и господство, и царство имеет конец, но твоя заповедь широка и бесконечно и хранящим ее доставляет бесконечную жизнь». Но жизнь, опять же, не в физиологическом смысле, а в полном смысле этого слова. «Я видел предел всякого совершенства человеческого, но заповедь твоя чрезвычайно широка». «Как возлюбил я закон твой, Господи, во всякий день он утешение для меня, заповедью твоею ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она навек моя». То есть заповедь, которой прилепляется псалмопевец сердцем своим, становится как бы частью его самого, ибо она навек моя. Да, он понимает, что это заповедь Божия, но прилепившись к ней, как бы соединившись, сроднившись, сросшись с ней, он чувствует ее как бы часть своего собственного мировосприятия, собственного мировоззрения и собственных устремлений. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо откровения твои поучения для меня». В каком случае человек станет разумнее всех учителей своих, если откровения Господни научат его чему-то, потому что те, которые учат нас, они могут сами и не следовать тому, чему они нас учат, как Христос говорит на Моисеем седалищем, седалищем, сели книжники и фарисеи. Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Сотый стих. «Я стал сведущ более старцев, ибо заповеди твои хранил». То есть благочестие не в годах жизни человека, а в верности Божьему закону. Иногда люди путают такое понятие, как старец и старик на один уровень ставят и первое, и второе, но это неправильно. Конечно, мы почитаем старых людей в любом случае, потому что в законе Божьем сказано пред лицом Седова вставай, но старец в библейском понимании это такой на оси патриарх, это не просто пожилой человек. И здесь он восклицает «Я стал сведущ более старцев, то есть убеленных сединами, да, он их почитает по закону, ибо заповеди твои хранил». И в книге Даниила в полной версии рассказывается о нечести неких старцев. Никто, кстати, не защищен от падения даже в преклонные лета дьявол может так запутать, что человек может пасть в какое-то осквернение, от которого он всю жизнь может быть дистанцировался. «От всякого лукавого пути я удерживал ноги мои, чтобы хранить слова твои». Ну, как я уже говорил, авторство этого псалма, что его написал Давид, оспаривается в толковой православной Библии премников Лопухина, но все темы, все образы, все словосочетания конечно очень близки к Сафер Тагилим, то есть книге восхвалений, к псалтире самого царя Давида. «От всякого лукавого пути я удерживал ноги мои, чтобы хранить слова твои». То есть не просто понимал, что нельзя заходить, а удерживал, то есть как бы держал, не выпускал, ограничивал. «От судов твоих я не уклонился, ибо ты даровал мне закон». То есть он не уклоняется от суда Божия и понимает, что суд будет по закону. «Как сладки гортани моей слова твои». Вот эти заповеди. слаще меда для уст моих. Такой гимн прославления Божьего закона, точнее того порядка, который несут эти заповеди. «Из заповедей твоих я получил разумение, посему я возненавидел всякий путь неправды». То есть прежде всего в себе самом. Человек должен возненавидеть путь неправды. Если человек, например, будет ненавидеть путь неправды в других людях, а сам будет допускать какие-то грехи, это крайняя форма ханжества, как Христос говорит. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна своему в глазу не видишь? «Из заповеди твоих я получил разумение, посему я возненавидел всякий путь неправды, то есть в себе самом. Человек должен ненавидеть свой собственный грех, свою собственную какую-то дурную склонность и сживать ее в себе. И вот сейчас мы читаем стих, этот текст, мы часто его вспоминали по ходу исследования Псалтири. «Светильник ногам моим закон твой и свет путям моим». Мы посмотрим, как это звучит по-славянски. «Светильник ногам моим закон твой и свет стезям моим». То есть человек идет, освещая путь заповедью Создателя. Это заповедь, свет всем стезям его, всем путям его. «Поклялся я и постановил хранить суды правды твоей», то есть со всякой решительностью отказался от греха и дал обет всеми силами, всей крепостью своей хранить суды правды Божьей. «Я уничижен до крайности». Действительно, псалмопевец подвергался обструкции со стороны современников. «Господи, оживи меня по слову твоему». То есть если ты своей благодатью не коснешься меня, никакие мои усилия чисто механические в деле исполнения закона не помогут мне. «К добровольным обетам уст моих благоволи Господи и судам твоим научи меня». Что значит «к добровольным обетам»? По-славянски «вольным»? Федорит Кирский объясняет «вольными» пророк называл «дела», «которые не подлежат необходимости законов, но суть плоды боголюбивого произволения». То есть праведный делает иногда такие поступки, которые как бы не требуются законам, но это суть его благого благоволения. «Душа моя в руках твоих». Вот об этом мы всегда должны помнить, что душа каждого из нас, она в руках Божьих, то есть мы не самостоятельно существуем в этом мире, как в Новом Завете сказано о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. «Душа моя в руках твоих всегда», то есть Господь не выпускает нас как бы из рук своих, прессуну душу нашу оберегая. «Душа моя в руках твоих всегда и закона твоего я не забыл». Может быть, поэтому он и помнит о заповедях Божьих, что Господь всегда держит в руках его душу. Итак, стих 110. «Грешники расставили сеть мне, но я от заповедей твоих не уклонился». Мы уже привыкли к тому, что автор этого псалма все время подчеркивает, что в каждой ситуации, даже если он высох, как мех зимою, даже если на него клевещут гордые, даже если он на грани смерти, а здесь грешники расставили сеть мне, но я заповедей твоих не забыл, а здесь «но я от заповедей твоих не уклонился». И 111 стих «Я принял откровения твои как наследие навек, ибо они радость сердца моего». Мы уже обсуждали эту тему, что древние праведники ветхозаветные, они воспринимали Божий закон как некое наследие всей общины Якова. Если кто-то в наследство получает какой-то банковский счет или какие-то драгоценности, то наследие общины Израиля, то есть верующих людей, членов Ветхозаветной церкви, это сам закон. Сам закон. «Я принял откровение Твое как наследие навек, то есть всю жизнь я буду соблюдать это наследие, а в других случаях говорится навек и век века». Век века — это уточнение, что и дети мои, и внуки после меня. Но здесь говорится только о веке, то есть всю свою жизнь, ибо они вот эти откровения радость сердца моего. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек ради воздаяния». Что значит ради воздаяния? Феодорит Кирский толкует, видя пользу от исполнения господних уставов. А в Новом Завете говорится, что в этом жизнь наша, то есть когда мы следуем воле Создателя. «Закон преступников я возненавидел, закон же твой возлюбил». Главный закон преступников в таком абсолютном понимании это, конечно, дьявол, беззаконник, человек убийца от начала, как он называется в Библии, и закон преступник самый главный последних времен это Антихрист, который воцарится, чтобы посеять зло в этом мире, и мы видим, как уже сейчас расчищается дорога для Антихриста, когда те или иные грехи объявляют моральные и нравственные нормы, ничего плохого в этом нету, когда происходит такое растабуирование, снимаются все запреты, как бы расчищают путь для Антихриста, закона преступника. Закона преступников я возненавидел, то есть и дьявола, и грядущего Антихриста, закон же твой возлюбил. Ты мой помощник и защитник, действительно, только Господь помощник для нас в таком абсолютном смысле и защитник, как сказано, единходатый, единпосредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Ты мой помощник и защитник, на слова твои я уповал. И далее, как бы, вот такое болезненное чувство, грех напирает через разных людей, окружая псалмопевца, удалитесь от меня, такой, как бы, момент экзорцизма, удалитесь от меня лукавые, то есть бесы, там, грешные люди, и я буду поучаться в заповедях Бога моего, то есть несмотря на все ваши ухищрениями. И Фимий Зигабен пишет, отойдите от меня лукавые, чтобы мне спокойно заниматься законом Божиим, то есть все, что нас отвлекает от этого процесса изучения закона Божия, это надо куда-то задвинуть на время, чтобы вникать в священное учение без всяких отвлечений. И во Дни Иисуса Христа была такая пословица, она вошла в трактат Перкия, вот, поучение отцов в Мишне, если двое идут и рассуждают о законе, и вдруг один сказал, ой, посмотри, какое дерево красивое, то сказавший о дереве, он согрешил, он отвлек и себя, и своего собеседника, вот такого благочестивого дискурса. удалитесь от меня лукавые, и я буду поучаться в заповедях Бога моего, то есть в заповедях, не заповедям, а вот Юнгеров переводит в заповедях, то есть как погрузившись в них. Заступись за меня по слову твоему, это опять мольба, и буду жить, то есть жить мы можем только благодаря воле Бога и не посрами меня в надежде моей. Мы боимся посрамления за наши грехи, за наши оплошности, и Господь не попускает нам, Он щадит нас, чтобы наше прошлое не обрушилось бы на нас самым предательским образом. Помоги мне и спасусь, и буду поучаться уставам твоим, то есть ты поддержи меня и спасусь, и буду поучаться уставам твоим, здесь эти слова перекликаются словами Христа. Без меня не можете делать ничего, то есть если Господь не поможет, я не спасусь, потому что не смогу поучаться заповедям Божьим, то есть реализовывать эти заповеди в поступке, если Господь не поможет. Уничижил ты всех, отступающих от уставов твоих, ибо неправедно помышление их. Сейчас Евросоюз отступает от уставов Божьих, они предают забвению исторические ценности христианства Западной Европы. уничижил ты всех, и они подвергаются уничижению, смотрите, туда толпами прибыли огоряне, и как дерзко они ведут себя по отношению к коренным жителям. Это как бы уничижение, которое попускается им за то, что они пошли путем растабуирования, отказываясь от любых законов, христианских норм, морали, их как бы оставляют один на один с их собственными грехами и преступлениями. «Преступниками признал я всех грешников земли». Почему преступниками? Слово «преступник» означает «преступивший что-то». Имеется в виду, что грешник он преступник против воли Бога, против его заповеди. Он приступает запреты Бога. «Преступниками признал я всех грешников земли, посему возлюбил откровения твои». А как это связано? «Посему возлюбил откровения твои». То есть с большим вниманием стал изучать закон Божий, с большим усердием понимая, что тоже могу оказаться на положении преступника, если что-то не исполнил. Сто двадцатый стих «Утверди плоть мою в страхе твоем». Что это значит? По-славянски «Пригвозди, прибей как бы гвоздями плоть, чтобы она постоянно боялась тебя». И вот Афанасий Великий объясняет, сказано «Пригвозди вместо утверди». Вместо утверди. Но Йонгеров дает перевод «Утверди», хотя по Афанасию Великому лучше сказать «Пригвозди плоть мою в страхе». По-славянски здесь дательный падеж «Страху утверди плоть мою в страхе твоем, ибо я боялся судов твоих». Действительно для того, чтобы перестать грешить, надо сраспяться со Христом. Когда крещение совершается, мы поем такие слова «Во Христа крестившись, во Христа обреклисье». А в Новом Завете говорится, что мы должны носить в себе мертвость Иисуса Христа. Что такое мертвость Иисуса Христа? Это его мертвость ко греху. Для того, чтобы носить ее в себе, надо сраспяться со Христом. А сраспяться с Христом это то, что говорит Христос «Кто идет за мной, но не берет своего креста, тот не достоин меня». Утверди, то есть пригвозди плоть мою в страхе, то есть к страху, ибо я боялся судов твоих, то есть пока боялся, до этого момента боялся, хочу и дальше бояться, поэтому утверди, пригвозди. «Я творил суд и правду, не предавай меня обижающим меня». То есть не оставь меня один на один с ними. Эти люди, они такие жестокие, они такие коварные, они разорвут меня, размажут по земле, и ничего от меня не останется. «Я творил суд и правду, не предавай меня обижающим меня». «Защити раба твоего ко благу его», «ко благу его», потому что в некоторых случаях Господь оставляет нас один на один с нашими проблемами, но это педагогическая такая цель его, через эти трудности как бы уврачевать нас. «Защити раба твоего ко благу», то есть если это благо, то не оставляй меня один на один с моими проблемами, но если это расслабит меня, то благослови меня, оставшись один на один с той или иной проблемой, все-таки разрешить ее. «Защити раба твоего ко благу его, дабы не клеветали на меня гордые». То есть гордые это такие были ханжи, которые превозносились своим таким внешним благочестием перед состоянием псалмопевца. «Очи мои истаяли», то есть как бы они как снег тают, исходят водою, так и очи истаяли слезами, ожидая спасения твоего и слова правды твоей». Какие слова правды твоей, то есть обращенные ко мне. Если Бог не будет нам подсказывать, как себя вести в той или иной ситуации, мы можем сбиться с пути. «Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставом твоим научи меня». С одной стороны, он просит о милости, но милость может Божия проявляться в том, что он укрепит нас на стезях праведности научив уставам свои. Потому что в милости нуждается грешник, но милость может проявляться и в том, что Господь поддержит нас в наших немощах и укрепит нас в уставах своих. «Я раб твой». Здесь псалмопевец признает свою всецелую зависимость от Бога. И вы помните, братья и сестры, с каким достоинством апостолы Иисуса Христа пишут в своих посланиях «Я раб Иисуса Христа». Так писал и Петр, так писал и Павел. «Я раб твой, научи меня и узнаю откровения твои». Время действовать. Время действовать, Феодорит Кирский объясняет, восстать на помощь обиженным. Помните, как и у пророка Исаии «Вступайся за вдову, защищай сироту». Время действовать Господу. Здесь уже призыв к Богу вмешаться, потому что наших усилий не хватает. Мы не можем защищать всех, и вся не очень получается. Время действовать Господу уничтожили закон твой. Уничтожили закон твой, то есть по Зигабену рассыпали, рассеяли, так что и следа от закона не осталось, не только сами не исполняют его, но и другие не могут его исполнить, так как не могут найти его, то есть Зигабен говорит даже найти его закон не могут. Время действовать, действовать нам, вступая за обидимых, но мы не сможем действовать, если Господь не начнет действовать. Время действовать Господу, уничижили закон твой. этот процесс уничижения закона Божия, это и есть тот процесс растабуирования, который мы наблюдаем во всем мире, когда все ограничения, запреты снимаются и грех объявляется моральной нормой. Я, а я возлюбил заповеди твои, более золото и топазия. Эта как бы тема продолжается. Любовь к закону Божию, она только как бы возрастает на фоне того, что люди отступают от заповедей. Посему ко всем заповедям твоим я направлялся, то есть не оставлял никакую заповедь пренебрежения, всякий путь неправды возненавидел. значит он направляется к заповедям, это повелительные заповеди, что надо делать, всякий путь неправды возненавидел, это его внимательное отношение к заповедям, которые говорят, что не надо делать. 29, 129 стих, дивные откровения твои, посему углублялась в них душа моя, то есть они дивны, они чаруют своей красотой, поражают, целый космос открывается воле Бога, изложенной в Писании, дивные откровения твои, посему углублялась в них душа моя. Некоторые могут спросить, а почему все время человек говорит о себе как о душе, но и само Писание часто говорит о человеке как о душе, Ефрем Сирин истолковые слова из первой главы книги Исход, что в Египет пришло столько-то душ, он говорит, а почему не сказано столько-то людей, а столько-то душ, поясняет, о людях надо судить по лучшей части их сущности, а самое лучшее, драгоценное, что в нас есть, это наша душа, бессмертная душа. Поэтому здесь тоже сказано, дивно откровение твои, посему углублялась в них душа моя, здесь не сказано сознание мое, мозг мой, а именно душа. уяснение слов твоих просвещает и вразумляет младенцев, что значит младенцев, то есть младенствующих духовно, так объясняет Афанасий великих, то есть тех, которые только-только вошли в церковь, и они будут научены и наставлены, младенцы в вере. И 131 стих «Уста мои я открыл и привлек в себя Духа». Дух. Давайте посмотрим, как Феодорит Кирский объясняет «Сердечное усердие привлекает благодать Святого Духа». «Уста мои я открыл», то есть в молитве перед тобою, «И привлек в себя Дух, сердечное усердие привлекает благодать Святаго Духа» по Феодориту Кирскому, «Ибо заповедей твоих я выжелал». То есть он начал молиться о том, чтобы ему исполнять закон, не нарушать закон, и Господь посылает ему Духа Святаго в помощь, вот эти нетварные божественные энергии, то, что называется благодатью, то, что содействует исполнению заповедей Божьих и содействует нашему обожжению, то есть чтобы человек был восстановлен в том достоинстве, в каком он был до грехопадения, будучи созданной по образу Божию и призываемой к божественному подобию. И мы читаем 132 стих, здесь псалмопевец восклицает «Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое». По-славянски по суду или «Как поступаешь с любящими имя твое». Почему здесь сказано именно так «Призри на меня и помилуй меня»? Как связано одно с другим? Почему мы просим Бога, чтобы Он посмотрел на нас, а потом и помиловал нас? Когда мы просим Бога, чтобы Господь призрел на нас, и в Писании иногда говорится «Господь посмотрел, Господь увидел», мы просим Господа объективно оценить ту ситуацию, в которой мы оказались, и распознать, что без Его милости мы не способны идти дальше. Поэтому вот эти слова взаимосвязаны «Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое». То есть несмотря ни на что любящими имя Твое. «Стопы мои направь по слову Твоему, и да не обладает мною никакое беззаконие». Вот в этом псалме в 118-м может быть более чем во всех других псалмах постоянно подчеркивается наша неспособность исполнять Божий закон без помощи Бога. Здесь такая прямая просьба «Стопы мои направь», то есть как бы «иди вместе со мной», а в других частях этого псалма мы читали «Закон твой светильник для ноги моей, без тебя я останусь в сетях грешников, если ты не поможешь», и так далее, и так далее. Поэтому можно сказать, что этот псалом более новозаветный, потому что он показывает, что без действия благодати человек не способен ничего исполнить, как Христос и говорит, без меня не можете делать ничего. И когда мы берем, например, весь кодекс книг «Добротолюбие» на русском или на греческом языке, то самые часто повторяемые цитаты из Евангелия это слова Христа «Без меня не можете делать ничего». И вот этот псалом, он тоже подтверждает вот эти слова Христа, как бы предваряя их. «Стопы мои направь по слову твоему и да не обладает мною никакой беззакония». То есть если ты не направишь мои стопы по слову своему, то мною возобладает любой беззаконие. Как бы так рассуждает псаломопевец. «Избавь меня от клеветы человеческой и буду хранить заповеди твои». То есть это не ультиматум. То есть ты меня избавь от клеветы человеческой, закрой их рты, а я буду за это хранить заповеди твои. Нет. На самом деле, когда человек окружен клеветою, ему трудно хранить заповеди Божьи в сердце. Потому что клевета это как некий яд, который отравляется человек, который клевещет, отравляются все те люди, до которых достигает эта клевета, и горько отравляется и тот, на кого клевещет. Потому что он не может понять, почему все время к нему придираются, все время пытаются обвинить его в той или иной неправильной фразе, все время в чем-то подозревают, и человек просто устает от этого, срабатывает как бы инстинкт самосохранения, и это отвлекает его забота о себе от того, что он должен всецело сконцентрироваться на исполнении заповедей Божьих, то есть хранить их. «Лице твое яви светлым рабу твоему», то есть «действуй по отношению ко мне с открытием своего лица, не скрывай своего присутствия в моей жизни и научи меня уставом твоим». Вот в этом псалме часто говорится «научи, наставь, просвети» и так далее, как будто мы видим псалмопевца, сидящего за партой, а вокруг творится какой-то хаос, мир весь в движении, но он, несмотря на что, должен сидеть за партой и учиться у Господа тем наставлениям, заповедям, уставам, которые Господь преподает ему. «Источники вод извели очи мои». То есть он не просто плачет, а целыми потоками слез, как и источники вод. «Ибо я не сохранил, не сохранил закона твоего». Вот почему он рыдает, потому что он по-славянски «несохраних», то есть не смог каждую заповедь исполнить так, как это надо было бы сделать. «Праведен ты, Господи, правы суды твои, даже если ты накажешь меня за это». Я этого служил, как бы признается псалмопевец. «В откровениях твоих, буквально с греческого «откровениями твоими», «в откровениях твоих ты заповедал правду и совершенную истину, сокрушила меня ревность по тебе». Что значит «сокрушила» по-славянски «истаяла» с греческого буквально «вытопила», «вытопила», «сокрушила меня ревность по тебе, ибо забыли слова твои враги мои». То есть когда люди забывают закон Божий, когда тем более заменяют заповеди Божии заповедями человеческими, то ревность она как бы сокрушает сердце Давида. «Слово твое весьма чисто», то есть он хочет понять, а почему они не хотят соблюдать эти заповеди, ведь заповедь свята и чиста. «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его, по-славянски слово твое чисто, слово твое рожжено, рожжено, то есть оно как бы очищено от всех примесей, и раб твой возлюбил его, весьма молод я и уничижен». Молод это не обязательно, кстати, молод в таком биологическом смысле, это можно понять, как и неопытен, весьма молод я и уничижен, но уставов твоих не забыл, то есть несмотря на то, что я молод, то есть я неопытен, но я помню о твоих уставах в той мере, в какой ты дал мне это запомнить. «Правда твоя, правда во век и закон твой истина». И закон твой истина. Сильно, правда Божия, она превозможит любую правду, а закон Божий истина. А что еще Библия называет истина? Сказано Дух Святой истина, здесь закон твой истина, Христос есть истина. Поэтому истина это нечто такое более значительное, чем нам может показаться, потому что для кого-то истина это объективная концепция, правильная, не противоречащая рассудку, но нет Библии. Истинность это то, что действует Духа Святаго, то, когда Христос глаголит в пророках, как и сказано в Писании, что Дух Христов из древней говорил пророк, и все это по воле Отца, Слово Божие, это действие всех трех лиц Святой Троицы, скорби и нужды постигли меня, заповеди твои, утешение мое. То есть исследование закона, заповеди, в скорбях и в нуждах это утешение. Когда становится тяжело, просто открывай Священное Писание и постигай волю Божию. Откровение твоей правда вовек, то есть я всю жизнь убеждаюсь в этом, упоминание о веке это упоминание о цельной жизни человека. А когда добавляется вовек века, то есть это и будет также в жизни сыновей, внуков. Откровение твоей правды вовек, вразуми меня и жив буду. Опять вот зависимость от Бога, если он не вразумит, а как мы тогда выжимем? То есть все проистекает от него. Я возвал всем сердцем моим, всем сердцем, то есть этот образ мы уже встречали в этом салме всем сердцем, то есть ничего не оставил в мире своих чувств, чтобы не было оно подчинено вот этому кличу, обращенному к Богу. Я возвал всем сердцем моим услышь меня, Господи, услышь меня, Господи, уставы твои буду хранить, услышь меня, то есть помоги мне, услышь, то есть услышь молитвы мои, когда призри, это оцени реальное то положение, в котором я оказался, услышь это, услышь молитвы, Господи, уставы твои буду хранить, то есть если ты поможешь мне. Я возвал к тебе, спаси меня, возвал, то есть здесь и в 145 стихе я возвал, и в 146 я возвал, то есть человек кричит, я возвал к тебе, спаси меня, и я буду хранить откровения твои. То есть если ты протяришь мне помогающую десницу твою, спаси меня, то есть сделай меня способным хранить откровения твои. предварял я рассвет, что значит предварял я рассвет, по-славянски в безгодие, буквально безвременное, неурочное время, когда еще никто ничем не занимается, это по Феодориту и Зигабену. На самом деле смысл этих слов такой. Что значит предварял я рассвет? Есть такой комментарий очень древний, если обычных царей будет рассвет, восход солнца, когда лучи проникают их в чертоги, то Давид был другим царем. Он предварял рассвет своими молитвами. То есть предрассветное время, это считается самое благоприятное время для молитвы, в книге Плача Ремеи сказано, что каждое утро Бог обновляет все свои благословения. То есть он как бы будет рассвет, а рассвет будет там вельмож, царей, князей. Давид был другой формацией как бы человек. Он предварял рассвет своими молитвами. Предварял я рассвет и взывал, то есть молитвенно взывал к Богу, ибо на слова твои уповал. То есть он вставал в предрассветное время и начинал петь псалмы. И в монашеской традиции есть братский молебен, который служится очень рано. А предваряли очи мои утро, чтобы поучаться словам твоим. То есть очи мои уже просвещались радостью о Господе и предваряли утро. То есть солнце не взошло, а я уже бодрствую, чтобы поучаться словам твоим, то есть Божьим. Голос мой услышишь, голос мой услышишь, Господи, по милости твоей, ведь он предваряет рассвет, по суду твоему даруй мне жизнь, а жизнь для него это исполнение заповедей. Поэтому когда он говорит даруй мне жизнь, это как бы синонимично научи меня оправданием твоим или уставам твоим или заповедям твоим. Приблизились преследующие меня беззаконно, то есть как бы круг недоброжелателей сжимается вокруг него, от закона же твоего они удалились, то есть приближаясь с враждебными целями к любому человеку, мы удаляемся от закона Божия, от закона Божия, нападая на человека, клевещая на человека, это как бы очевидно. Близ ты, Господи, близок, и все пути твои истинно, и все пути твои истинно, действительно, все, что Господь предначертал, оно истинно, издавна я узнал из откровений твоих, что ты утвердил их навек, то есть для всей жизни человека от рождения до смерти, это означает слово век, возри на уничижение мое, то есть посмотри, как приблизились преследующие меня беззаконно, возри на уничижение мое и избавь меня, ибо закона твоего я не забыл, то есть несмотря на что он помнит закон, рассуди дело, по-славянски суди суд мой, рассуди дело мое, то есть вот с этими притеснителями и избавь меня, ради слова твоего даруй мне жизнь, ради слова твоего, чаще в псалтире говорится ради имени твоего, имеется ввиду имя Господь, которое означает милосердие, здесь ради слова, а слово Божие истина, то есть ради правды твоей, ведь я стремлюсь исполнять эти слова твои, как бы говорит псалмопевец, далеко от грешников спасения, они сами удаляются от Бога, от спасения своими грехами, ибо устав твоих они не хранили, то есть они не оберегали целомудрые веры, целомудрые жизни, велики щедроты твои, Господи, по суду твоему даруй мне жизнь, то есть рассуди меня с моими врагами и даруй мне жизнь, то есть позволь мне и дальше изучать твой закон и жить по нему. Много у меня гонителей и притеснителей. Кстати, святые отцы учат нас, что когда мы читаем псалтыри о гонителях, притеснителях, там, Господи, сокруши челюсти, там, и так далее, мы не должны иметь в виду людей, мы должны иметь в виду бесов, которые стоят за этими людьми, которые враждуют с нами и враждуют друг с другом. Велики щедроты твои, Господи, по суду твоему, даруй мне жизнь, много у меня гонителей и притеснителей, но от откровений твоих я не уклонился. В каждой ситуации сложной он сохраняет верность уставам Божьим, заповедям Божьим, не уклоняется от исследования закона, изучения закона, но от откровений твоих я не уклонился. И мы читаем, видел я неразумных и сокрушался. Сокрушался по-славянски истаях, пропадал, иссыхал, истаивал от скорби. Мы, кстати, уже подобное встречали в этом псалме, когда псалмопевец, видя грешников, в их падении ужасается, скорбит о них. Видел я неразумных и сокрушался, то есть о таком их состоянии, что слов твоих они не хранили, то есть что они бережно не относились к словам твоим. Зри, как я возлюбил заповеди твои, Господи. он хранит уставы Божьи, заповеди, постановления. По милости твоей даруй мне жизнь. Что значит даруй мне жизнь? Жизнь нужна для чего-то, иметь в виду не жизнь, ради жизни в биологическом смысле, то есть даруй мне более глубоко исполнять твои уставы, постановления, заповеди, в этом жизнь моя, как бы говорит Давид. Начало слов твоих истинно. Казалось бы, а почему только начало слов Божьих истинно, а дальше? А дальше вот и говорится. И вечны все суды правды твоей. То есть от начала до конца божественный глагол, он истинен и правдив. 161 стих. Князья преследовали меня без вины. Здесь князья, по-еврейски сарим, это филистимские князья. А слов твоих боялось сердце мое. То есть а я не боялся их, я пребывал в богобоязненности. А что это значит? Василий Великий говорит, кто людей боится, тот бога не боится, а кто бога боится, тот никого не боится. То есть они его преследуют без вины, а его это не пугает, не занимает. А слов твоих боялось сердце мое. То есть он боится нарушить какую-то заповедь Божию, которую Господь изрек. Я буду радоваться о словах твоих в каком случае, когда он будет верен этим словам, то есть исполнять эти повеления Божие. Как нашедший большую добычу, как я часто объясняю, друзья, награда за исполнение любой заповеди, самовозможность исполнить заповедь. Вот эта мысль здесь просвечивается, просвечивается, я буду радоваться о словах твоих, как нашедший большую добычу, то есть восполнение этих слов. Неправду возненавидел я, и я возгнушался, неправду возненавидел я, и возгнушался, а закон твой возлюбил. Прежде всего человек должен возненавидеть неправду в себе саму, и возгнушаться ее, и возлюбить закон, то есть прилепиться к нему. «Седьмикратно днем я хвалил тебя за праведные суды твои». То есть в отличие от евреев своего времени, которые молились утром, в полдень и вечером, он седьмикратно молился днем. А сколько он молился ночью. «Седьмикратно днем я хвалил тебя за праведные суды твои, мир велик у любящих закон твой». Действительно, кто живет по заповедям, то все наполняется смыслом. Мир велик в том смысле, что все как бы оказывается на своем месте, и человек как бы созерцает через верность слову Божию всю вселенную, потому что праведник он сияет на небе, как звезды. «Мир велик у любящих закон твой, и нет им преткновения». То есть они не преткнутся в день суда. «Ожидал я спасения твоего, Господи, и заповеди твои возлюбил». То есть он ожидает спасения, стремится к спасению через верность заповедям Божьим. «Хранила душа моя откровения твои, и сильно возлюбила их». То есть всем внутренним своим естеством он верен откровениям Божьим и пребывает в любви к этим заповедям. 168 стих «Сохранил я заповеди твои, откровения твои, ибо все пути мои пред тобою, Господи». Сначала он говорит «сохранил я заповеди твои, откровения твои», а далее как бы говорит «а ты видишь, Господи, ибо все пути мои пред тобою, Господи». Ты видишь, сохранил я или не сохранил. «Да приблизится моление мое «О, к Тебе, Господи, по слову Твоему, вразуми меня». Он надеется, что моления будут услышаны, и Господь, который засвидетельствовал о себе в законе, что он человеколюбивый, долготерпеливый, «По слову Твоему, вразуми меня». То есть ты назвал себя человеколюбивым, долготерпеливым, будь таким и по отношению ко мне. 170 стих «Да войдет прошение мое к Тебе», то есть молитва моя, просьба моя, «К Тебе, Господи, по слову Твоему», то есть ты уже засвидетельствовал, что ты милостивый, милосердный, человеколюбивый и долготерпеливый, «Избавь меня». «Издадут уста мои песни». Что значит «издадут», по-славянски «отрыгнут уста», как бы не имея возможности удержаться от этой песни невольно, от избытка сердца глаголит уста, как сказано в Евангелии от Матфея 12.34. «Издадут», то есть «отрыгнут», «не умолчат», «не смогут умолчать». «Издадут уста мои песни», которые от избытка сердца, «когда научишь меня устам твоим». То есть я буду бесконечно благодарить тебя за то, что ты научаешь меня устам твоим. «Возвестит язык мой слова», то есть все слова, которые ты изрек, «возвестит язык мой слова твои», чтобы и другие люди услышали, «ибо все заповеди твои правда». Вот к этой правде он хочет приобщить и других. «Да будет рука твоя во спасение мне», то есть «поддерживай меня на путях моих», «ибо заповеди твои я возлюбил». То есть ты знаешь, как я переживаю за свои поступки. «Вожелал я спасения твоего», то есть он видит источник спасения в Боге, а, кстати, не в своих поступках. «Господи, и закон твой поучение мое». То есть закон твой показывает мне мое реальное состояние и предначертывает путь спасения. А как мы знаем, и закон, и пророки, и писания свидетельствовали о Христе и указывали на Христа. «Жива будет душа моя». Вот эту часть, кстати, поют священники, когда этот псалом читается. «Жива будет душа моя и восхвалит тебя», то есть «жива тобою в тебе», «и суды твои помогут мне». Суды твои помогут мне здесь, имеется в виду, что Господнее определение на всемирном суде, на последнем суде они станут оправданием для верующих. И самый последний стих, он все-таки расписывается в своих слабостях, проявив упование на Бога. «Я заблудился». То есть без тебя ничего не получится. «Я заблудился, как овца погибшая, взыщи раба твоего, ибо заповедей твоих я не забыл». Итак, сегодня мы окончили изучение 118-го псалма, как Блаженный Августин говорит, что 118-й псалом – это как солнце в зените, а все остальные псалмы – это как звездочки на небе, такие мерцающие, небольшие. И действительно, это гимн любви псалмопевца к закону Божию, ко Слову Божию, к Господним уставам, постановлениям и откровениям. И все это для него слаще сотомед. И хотя до сих пор экзегеты спорят об авторстве этого псалма, кто его написал, но, прочитав всю псалтырь и вернувшись к этому псалму, мы чувствуем стиль Давида. По крайней мере, если даже и был другой человек, который составлял этот псалм под влиянием фраз Давида, других песнопений Давида. Поэтому и окончание этого псалма мы спроводим традиционным для наших бесед восклицанием перед Богом. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Субтитры создавал DimaTorzok